Лазарев 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 У Билана уже был один сольный концерт в Москве, между вторым и первым местом на Евровидении. Нынешним выступлением он отмечал свое 30-летие. А вот для Сергея Лазарева это первый сольник в столице. Цена билета у обоих начиналась с 1000 рублей. У Сергея не превышало 10 тысяч. А у Димы доходило до 40. Тем не менее, все билеты на Билана были раскуплены. Сегодня подтверждение тому, что все билеты были проданы. Сережа тоже распродал все билеты. Вот только балкон Лазарбоя был закрыт, что автоматически уменьшило вместимость зала в два раза. Но и этим певец остался доволен. Я на самом деле очень счастлив, что сегодня был полный зал и что мы все билеты, которые мы выпустили в продажу, они все скуплены под ноль. Сегодня уже не достать было билетов. Танцпол был полон, амфитеатр и портер закон был до отказа. Это так приятно, это так здорово. Я счастлив, что это моя публика та самая, которая действительно купила билеты, которая пришла. Сидячих мест не было уже там за неделю до концерта. Это безумно приятно. Лазарев устроил перед сценой танцплощадку, чтобы молодые фанатки могли вдоволь наплясаться. У Билана танцевать было негде, разве что прямо на своих местах. А место танцпола он занял столиками для бипперсон. Но всем селебам столиков не хватило, поэтому многие сидели прямо в зале. Очень много друзей на самом деле и близких людей Димы сидели вот среди людей, среди нормальных обычных мест на балконе. Я вот сидела в амфитеатре. То есть это даже наоборот, это как-то вот кайфовое сидеть, находиться рядом с вот этими позитивными, китящими энергией людьми, которые прямо вот фанатеют один. Почти все места в зале и у того и у другого занимали девушки самого родного возраста. От года до ста лет. Поклонницы наснимали гигабайти видео с концерта. Вот фанатский ролик с концерта Димы Билана. Камера засняла Алсу, Григория Лепса, Валерия Миласса. Со всеми ними наш номер-1 пел на сцене. Говорят, Пугачева, тоже посетившая концерт, даже пустилась в пляс под песню молодого певца. Конечно, когда Филипп Киркоров встает, когда Алла Борисовна, не знаю, засняли бы или не танцевала, это было дорогого стоило, потому что когда танцует Алла Борисовна, это значит, что Примадонна признает своего артиста, королева признает своего подданного. Но это человек, который говорит своим поведением, что это здорово, потому что встать, чтобы Алла танцевала, это много значит. Дима спел, не отрекается любя, и это совершенно растрогало Примадонну. Есть такая некая связь, когда, например, человек, который сделал, ну, очень много вообще для, ну, огромной страны, честно, к нам приходит, когда ей хорошо, то хорошо и тебе, и всем остальным. Я, если честно, думал, да, я думал, как я представлюсь, так сказать, о том, что она здесь. Ну, для меня она не просто человек, а для меня она все равно человек, который дал какие-то эмоции, тем более я пою ее песню. На концерт к Лазареву Алла Борисовна не пришла, но Сережа в грязь лицом не ударил и пошел на хитрый ход. Ради своего сольника он воскресил группу Смэш, ведь когда-то она обошла Билана на первом конкурсе «Новая волна». Лазарев спел с Топаловым их коронные песни. Что касается номера с Владиком Топаловым, то мы решили сделать это в честь десятилетия группы Смэш, потому что 19 декабря, ну, мы чуть-чуть переведили события, и я предложил Владику, давай сделаем вот это в честь десятилетия, дадим дань группе, в которой мы когда-то пели, и которая принесла нам первую известность и популярность. И он согласился, и вот родилось такое выступление, и мы решили спеть две песни. По длительности выступления Лазарев обошел Билана на полчаса, и на сцене находился почти все время концерта. Ушел концерт два часа с лишним, да, там 2.05 где-то, вот, и за это время я был за кулисами всего минут, минут шесть в общей сложности, потому что вот именно в этот момент мне переодевали сразу несколько человек, чтобы успеть. Поэтому постоянно гонка, 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 когда-то из-за ощущения, что два часа бежишь, 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 бежишь. И поэтому, конечно, вот сил никаких не осталось, как будто пробежал марафон. Зажигательные танцы и частая смена костюмов. Этими приемами успешно пользовались оба. И Дима, и Сережа сменили за выступление по пять снарядов. Давайте вы будете аплодировать столько, столько я буду переди вас, ладно? Главное, чем мерились наши поп-герои, шоу программы. И здесь Билан переплюнул своего оппонента. Если у Лейзер Боя все сияло, танцевало и горело в темноте, то Дима еще и поднимался почти под крышу и лежал на облаках. А сопровождал выступление Венский симфонический оркестр. Кстати, оба певца включили в программу оперные партии. Вот только Дима в образе оперного певца смотрелся лучше, чем Сергей. Хотя публика ждала от кумира не оперы, а танцев. В конце обязательно дам вам дэнс, окей? Сначала послушайте то, что я думаю, ладно? Потом я послушаю то, что вы чувствуете, окей? Спасибо. Теперь мальчики могут как следует расслабиться. Сразу после концерта оба поехали отмечать каждый свою победу. Я дал себе слово, что сегодня я позволю себе все, что я не позволял себе за последний месяц, наверное. Я сидел на строжайшей диете, я не употреблял никакой алкоголь. И сейчас я прям отмечу хорошенько, хорошим виски. В общем, сегодня будет отжиг, правда. Самое главное, что я ничего не ел с всего лишнего утра, правда. Потому что я не могу танцевать на полный желудок. И у меня, ну, мне надо предварительно поесть. Потому что у меня, если что, у меня от одного бокала вина, меня можно будет уносить. А Билан теперь будет готовиться к дню рождения для своих. И это выступление увидят только избранные. Я знаю, что я буду делать, но это будет через месяц. Буквально почти декабрь 24. Это будет за городом. Очень хочется сделать так, чтобы никто туда не пробрался. Там человек, может быть, 70. Самый минимум. Но все очень близкие. Все те, кто в какой-то степени сидел на красных сиденьях сегодня. Сидел за столиками. Потому что и там, и там сидели и артисты, и друзья. Кто в итоге победил, каждый поклонник решил для себя сам. Только вот Сережа пришел на концерт Димы. А Димы на его концерте не было.